всем доброе утро дорогие друзья у нас время к девяти часам подходит я зашла в магазин купила бутылочку молока потому что вчера все допили в целом сейчас я делаю себе кофе и выпущу влог сейчас он демонтирует сам и как раз выпущу егора не опоздай на автобус и заниматься дальше домашними делами которых очень много так что если вам интересно оставайтесь делаем себе кофе с утра как аристократы делаем кофе ладно всем желаю хорошего дня хорошего настроения всего всего самого хорошего что все ваши мечты сбились и тогда будет все окей всем добрый вечер у нас уже вечер пришла с садиком многие спрашивают когда у детей елка ребят вчера был вопрос от женщины когда у детей елка я еще не знаю когда будет у детей елка так как бы все я только знаю когда у меня у марина елка а у остальных пока еще не знаю когда будет у вас когда у света 23 у вас маша еще неизвестно сегодня у маша школе собрания я не могу съездить вы пишет и хорошо потому что некому тогда в садик идти сегодня у меня муж на работе поэтому так чем сегодня собираюсь заняться на кухне генеральную провести потому что на пипец что завалили все чем можно только хорошо деткам чая сделаем и него а ты вот эти маленькие петельки одевай на маленькие они что же и его ромаста порвалась другую маску взял да да она одна осталась у нас вчера умерла старая крыска и у нас осталась одна старая крыска все больше потом крыс не будет ну не знаю если дети не захотят душе потом крыс брать не будет да марина да старая наша крючка осталась сейчас я вам ее покажу вот такая вот она у нас старенькая 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 ой меня зализывает ой мама лижет 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 маму ой мама облизывает старенькая ножки уже волочит свои да одно единственное осталось ой она мама рада маме вот на плече любит сидеть это еще наши старые старые ей уже почти три года что ей а ей уже даже три года да надо пить и вообще дать хорошо положи там на кресло так ухо меня грызть не надо вот она всегда любит вот так вот волосы терепить ой 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 что там она нашла солнышко солнце солнышко солнышко хорошая моя девочка я знаю что многим противно но это наши животные надо им уделять как можно больше времени да да конечно мама любит старая моя кляча моя старая кляча яблочко будешь скажи давай мама тебе отрежут яблочко отрежут и вот так вот сделай куда ты пошла куда сейчас я тебе дам 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 на яблочко на яблочко что не хочешь яблока ну все пипец мне хочешь она яблоко на яблоко Ты же любишь яблочко? А что-то не хочет яблоко. Она вообще ничего не хочет. Она у нас старая, ноги задние волочит. Уже подволакивает ноги. Особенно одну ножку подволакивает. Уже все. До того уже старенькая. Вес даже уже не набирает. Раньше толстая, да, Светлана? Она была вообще толстая. А потом она у нас одно время заболела. Мы ее лечили. И таблеточки давала. Я толкла ей. А потом все вот схудануло. И так и есть худая. Да? Все-таки грезет яблочко. Сейчас многие вопросы зададут. Заведете ли вы еще крыс? Не знаю. Если дети захотят, заведем. Света, хотите крыс? Пока не хочет. Она хочет такую, как Роска, да? У нее Роска самая хорошая крыска была. После нее она не может такую себе любимую крысу. Роску найти. Ну вот, животный влог. Вы просили животных показать. Я вам показала. Наша старушка. Солнышко. Яблочко грезет старая наша девочка. Мама, кушать хоть чудо. Сейчас мама разогреет. Будешь кушать. А что? Супик с вермишелька. Будешь кушать? А я не буду. Да ты вообще у нас ничего не любишь? Ты бы только каждый день пельмени поела, колбаски. Да? Да. И пюлы. И пюлы. Ну так. Видите, какие предпочтения у моих детей. Пюре, колбаски и пюре. Да, и котлетки. Что, все наелась, что ли? Тихонечко ты. Ну, опять пошла мне волосы терепанить. Вот такая вот она у нас. Старушка наша. Да? Солнышко. Да, солнышко? Если вам нравятся животные, напишите, какое вы животное любите. Какому бы вы животному отдали предпочтение? Мне будет очень интересно тоже почитать, да? Ой, 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 ой. Ну, все меня залезало. У нас теперь получается, кто из животных остался? Солнышко вот это вот. Потом лапуся. Это наша морская свинка. Шуша. Шиншилла наша. И Мася. Ну, Тайсон на улице. Я имею в виду домашних животных. Много не одна. У нас одна шиншилла. Было две, но я отдала. Ну, было три, да. Одна умерла. Что, браслет порвала? Я там качал. Положи там в ящичек металлический возле компьютера стоит. Туда, бусинки. Вот все-таки грезет яблочко. Старушка, ты моя старушка. Старая-престарая, ты крыса. Ладно, дорогие друзья. Жду от вас комментариев, каких животных вы предпочитаете. Ну, а мы будем заниматься своими домашними делами, да? И на этой ноте мы вам всем говорим. Пока-пока. Да, Господи. Дорогие друзья, сбегали мы со света в магазин. У нас сегодня день, когда мы... Мы три раза в неделю своим курям даем хлеб. Но они любят у нас хлеб. Мы уже их так приучили. И вот сегодня как раз надо было хлеб давать. А у нас хлеб весь закончился. Которым я покупаю пермышки. Дешевый хлеб. В целом, что мы купили помимо хлеба? Печенки. Ой, ну печенки. Все уже. Печенье. Топленое молоко взяли две штучки. Потому что что-то дома у нас мало стало печенюшек. Поэтому... Но я, как всегда, запасы пополняю. Смотри, у тебя солнце грызет тебя. Дальше. Взяла морковку корейскую. Егорушку у нас любитель ее. Потом шоколадные вот такие вот палочки. Тут их немножко. Но детям по одной как раз хватит. Последняя взяла. Сейчас, Света, на раздай, пожалуйста, всем по одной. И купила также два литра молока. Молоко у нас очень много уходит. Сегодня взяла подороже молоко. Потому что не было другого. Ну ладно, не в этом вкус. Дальше. Света увидела вот такую скобаску. Мама говорит, давай возьмем ее. Сыночка. Мам, печку растопить. Ну ладно, я сейчас сама растоплю. В целом, вот опять полбаса. Палку. Это сейчас решила, Света, говорит, будет что-то варить. Гречневый из пакета? Что, всем дала? Егорка взял? Катя что спит? Катя спит. Еще и моя получается, да? Потом дальше взяли вот такой дешевый хлеб. Егора! Сына, на, курием. Ну вот так. Одну сегодня, а две на потом. В смысле? Это для курения. Они одной не наедятся. Ну хорошо, можешь. Тогда спроси у папы все три сделать или как. И так же взяла четыре маковых. Многие говорят, вот, Настя, зачем вы его покупаете? Ну, мои дети его любят, поэтому я его беру. Да? Они его... Он сладкий и вкусный. Тут у нас еще есть недоеденный. Что, папа, сказал все отдать? Да. Ну хорошо, отдавайте все. Поградуйте в день, а она будет. Ну ладно. Так, ладно. Вот такие вот все в цене были покупки. Да, многие сейчас будут говорить, вот, зачем вы курицам хлеб даете. Но вот иногда даем. Наши куры это любят. И надо еще как-то комбикорм привезти. Надо позвонить. Завтра начнем комбикорма у нас комбикорма. А Егор, сегодня уже нету, да, комбикорма? Да, вчера закончился. Вчера уже закончился у нас, получается. Как раз вовремя закончился. На завтрак. И комбикорм уже... Сегодня кашу доедали. Завтра на комбикорм, не на машинные. Ну ладно, что-то придумать, что-то это... Просто такси нанимать, получается, 400 рублей оплатишь за то, что привезешь каких-то два несчастных мешка комбикорма. Два мешка комбикорма выйдет 1100 и 400 плюс. Еще это полторы тысячи, а даже за два мешка получишь. Невыгодно. Ладно, что-то придумаем. Ладно, вот такие вот у нас новости. Сходили в магазин. Вот в целом, вот такие вот шоколадные палочки. Я деткам иногда покупаю, там просто последние были, поэтому взяла последние. Ладно, оставайтесь с нами. Субтитры сделал DimaTorzok